Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Реальные события, курьезные случаи, театр абсурда. Все это каждую неделю показывает наша книга жалоб и я, Антон Александров. Здравствуйте. Просят навести порядок жители Майкудука. Дело в том, что тропинка со стороны 14 микрорайона к 95-й школе поросла травой. На этом пустыре уже явно образовалась несанкционированная свалка. Здесь же каждый день и взрослые дети ходят на остановку в сторону улицы Магнитогорской. После укладки брусчатки остался строительный мусор. Из-за разросшейся травы его уже не особо видно. Хотя летом здесь получается рассадник для различных мошек. Да и сама тропинка становится узкой, потому как зельни захватывают все большую территорию. Вот и просят местные жители навести здесь порядок, чтобы этот клочок земли приносил эстетическое наслаждение, а не негативные воспоминания. Чья это территория и кто здесь должен убирать? Кто должен смотреть за этими тротуарами и за вот этими помойками в черте города? Чистоты и порядка пытаются добиться жители Лабады 7А. Беспокоят людей состояние контейнерной площадки. Мусор здесь собирается быстрее, чем опустошают баки. В итоге все, что не уместилось, ветром разносится по прилегающей территории. Наблюдают такую картину местные жители регулярно. Контейнерная площадка не огорожена. В итоге мусор разлетается, создавая антисанитарию вокруг. Ходить на ощупь вынуждены жители улицы Высоковольтной. Дело в том, что там нет централизованного уличного освещения. В итоге по вечерам или рано утром брести приходится с осторожностью. Запросто здесь можно споткнуться или вляпаться в грязь. Домов частного сектора здесь достаточно много, улицы протяженные. И сложнее всего добираться до дома тем, кто живет посередине улицы Высоковольтной. Асфальт, конечно, убитый. И в темноте, когда идешь после работы, это просто ужасно. Боишься ноги переломать. Как сообщили нам в отделе коммунального хозяйства, в этом году упор сделан на организацию уличного освещения вокруг школ и социально значимых объектов. Бюджетных средств на проведение освещения по улицам частного сектора Караганды в этом году не предусмотрено. О благородий двор просят жители Сарани. Там по улице Кужаново между домом 9 и 19 есть прекрасный пустырь. На нем кое-где виднеются остатки горки и прочих аттракционов советских времен. Уцелели даже металлические ворота. Детвора и сейчас пытаются здесь погонять футбол. Только вот территория уже много лет захвачена травой. От нее летом комары и мошки всякие. Вот и просят местные жители облагородить двор, чтобы места для игородетворы было больше. Бурьян, камни. Вот это детская площадка. Все, что она из себя представляет. Горка, качель, карусель и какая-то эта сама. Коммунальные преобразования во благо породили последствия во вред. Дело в том, что от дома Сатабалдина 4-1 в сторону выезда на улицу Муканово в прошлом году прокладывали трубы. Теперь же грунт на месте разрытия просел. И передвигаться здесь и автомобилистам, и пешеходам очень проблематично. К тому же лужи маскируют препятствия на пути. В итоге возмущения и от тех, и от других постоянные. Как скоро упадет забор, гадают жители Гопеева-7. Дело в том, что металлическое ограждение уже явно наклонилось и прогибается от порывов ветра. Рядом проходит дорога, где ходят люди, да и ездят автомобили. В итоге, кто окажется пострадавшим, сказать трудно. Металлическое ограждение достаточно массивное и с острыми углами. Поэтому местные жители и переживают. Коммунальные преобразования обеспокоили жителей центра города. На аллейке возле Вечного огня копали траншею. В итоге все работы аварийная бригада завершила. А вот кто будет восстанавливать асфальтное покрытие и возвращать бордюры на место, осталось неясным. От этого и возмущение, что и грязь вокруг, и ходить здесь приходится спотыкаясь. Как топит степь уже несколько месяцев, наблюдают жители улицы Таугуль. Здесь напротив 30-го дома проходит трубопровод. Он уложен в бетонных лотках, по ним истекает вся вода в низину и пропитывает почву в округе. Об этой проблеме мы уже рассказывали, только ситуация все никак с мертвой точки не сдвинется. С октября местные жители говорят, что здесь не просыхающее болото. Уже даже соответствующий запах вокруг витает. Откуда берется вода, неясно. Видимых источников местные жители не обнаружили. Их больше пугает, что почва напитывается влагой. И здесь ходить уже опасно. Завязнуть можно в размокшей глине. Сколько всего добра утекает, и за это все нам надо карагандинцам платить. Откуда поступает вода, выясняла аварийная бригада теплотранзит Караганда. Проблемная теплосеть не состоит на балансе коммунального предприятия. Для предотвращения затопления территории трубопровод может быть только заглушен, отметили в компании теплотранзит Караганда. И теперь расскажу о плановых отключениях электроэнергии. В эту среду 26 апреля компания Караганды Жарык запланировала работы по поверке трансформаторов тока. Именно по этому днем будут наблюдаться кратковременные отключения электроэнергии в некоторых строениях на улице Мусоргского, Веницкая, Каретная, Коммунистическая, Литвина, а также в 14-м доме, расположенном в 11-м квартале Майкудука. Адреса строений, которых коснется отключения электроэнергии, сейчас вы видите на своих экранах. И на этом время нашей программы «Стекло». Если вы готовы поведать о своих коммунальных наблюдениях, то смело фотографируйте их или снимайте на видео. И все это с описанием отправляйте в нашу редакцию посредством WhatsApp сообщений или в Telegram на номер 8700-150-5061. До встречи в следующий вторник. Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания.